Водитель КамАЗа в больнице, а водитель Скани умер. Сменщик водителя Скани находился в шоке от увиденного, ведь со своим напарником они уже многие годы работали вместе, и он никак не может поверить, что его товарищ погиб. У водителя КамАЗа только перелом ноги, по-моему, и всё. А водитель Скани вылетел в лобовое стекло. А там какие-то ремни безопасности в Скани есть же, да? Да, есть. Но они не спасли. Инспекторы ГАИ говорят, водитель иномарки вряд ли был пристёгнут ремнями безопасности, иначе не вылетел бы из кабины. Скоро приезжал или там уже… Да, пожалуйста. Но сразу скачался, да? Если бы они на 10 минут раньше приехали, они бы всё успели бы сделать. Полицейский считает, шансов выжить у водителя фуры, скорее всего, не было. Его сменщику крупно повезло. Он получил лишь небольшие ушибы. За несколько минут до трагедии водители поменялись местами. Тот, что рулил всю ночь, перебрался в спальный бокс отдыхать. Вероятно, это и спасло ему жизнь. КамАЗ стоял на… половина на обочине, половина на дороге. И водитель, кто сидел за рулём на Скане, начал тормозить и не успел, потому что КамАЗ без габаритов, без ничего стоял. Полноприводный КамАЗ стоял у края дороги. Водитель находился под автомобилем, ремонтировал его, когда Скане на полном ходу протаранило грузовик. КамАЗ проехался по человеку, он получил переломы, но остался жив. Инспектор ГАИ не исключает, что шофёр фуры, скорее всего, просто уснул за рулём. Продолжение следует...